Всем привет! В общем, мы наконец-то определились, и мы возвращаемся назад в Польшу. Я уже купила билеты, и мы уже точно едем назад в Варшаву. В принципе, мы сюда ехали в Испанию с такой целью, что мы здесь останемся. То есть это никак не было то, что мы едем сюда на месяц. Мы ехали с такой целью, что мы здесь останемся, будем какое-то время жить, пока здесь то ли закончится война, то ли, если понравится, останемся еще. Ну, в общем, никак не на месяц. Но, пожив здесь какое-то время, я решила, что мы все-таки будем возвращаться назад в Польшу. Так подумали, как бы я работу здесь нашла. У меня было даже несколько вариантов, и по очень многим группам я смотрела, что для меня работа есть. Работа в сфере красоты, мастер маникюра, ресницы, все вот эти бьюти-услуги здесь очень востребованы. Востребованы, в принципе, как и во всех остальных странах. Поэтому с работой у меня бы не было проблем. Условия. Какие условия, не знаю. Для того, чтобы узнать, какие условия в салоне, надо поработать какое-то время и определиться, ну, посмотреть, как это все проходит. Тогда можно уже судить, какие у них условия. Из того, что мне предлагали, это мне предлагали ставку и предлагали работать на процент. В принципе, как и везде. Но, допустим, если бы моя мама оставалась здесь со мной в Испании, то для нее бы здесь работы не было. Пока, если бы она не выучила язык, может быть, можно было бы ходить на какие-то уборки, где-то убирать, так, как делают все люди, которые не знают языка. Потом по поводу школ. Вот одна еще из причин, за которых мы решили возвращаться, это школы. Вот если сравнить, наверное, ту школу, которая у нас была в Польше и которую я видела здесь, то, конечно, там гораздо лучше. И Артем, понятное дело, что он просится возвращаться назад туда, в Польшу, потому что он уже знает язык, ему проще. Он уже разнакомился с детками. У нас в школе была очень хорошая учительница. В общем, в школе ему очень-очень нравилось. Как обстоят здесь дела со школой? Я общалась с девочками, которые здесь живут. Причем живут не те, которые, вот как я, переехали недавно из-за войны, что вот полгода, грубо говоря, пять месяцев здесь живут, а те, которые живут здесь уже долго. Вот женщина, которая живет здесь уже пять лет, и у нее взрослая дочка, которой 16 лет, и она здесь учится в школе. То вот я с ней общалась, она мне много, конечно, минусов назвала. Я не буду сейчас этого всего здесь озвучивать, но вот, наверное, одна из причин, почему мы возвращаемся в Польшу, это все-таки школа. Что там я точно знаю, что у нас хорошая школа, а здесь, чтобы еще найти хорошую школу, надо очень хорошо поискать. Ну, в принципе, вроде бы вам все рассказала. А, мы возвращаемся, и я буду снова работать на той же самой работе в Польше, на которой я работала. Там у меня была очень хорошая хозяйка. Я когда уезжала сюда, в Испанию, она мне говорила, «Вдруг ты надумаешь возвращаться, обязательно приходи к нам, будешь у нас работать». В общем, ну, и мне, в принципе, у них очень нравилось. И даже когда я уже приехала сюда, в Испанию, наверное, на третий день она мне уже писала, спрашивала, «Ну что, типа, собираешься к нам возвращаться или нет?» Я еще тогда ей сказала, что я уже, в принципе, задумаюсь над тем, что я все-таки, наверное, вернусь. Она, «Ну, я тебя жду». Поэтому все-таки, да, мы возвращаемся, и дальше я вам… Ну, нам еще здесь осталось пожить две недели, поэтому видео, конечно, с Испанией еще будут. Вы пишите, что вы хотите, чтобы я вам тут показывала, рассказывала, но сейчас мы уже будем здесь, наверное, больше как туристы. И по этому поводу, кстати, по поводу того, что туристы… Да, уже начался хейт по поводу того, что вот такие, как ты, ездят по свету, все думают, что все украинцы такие. Ребят, я езжу за свои деньги. И мне все равно, кто что думает. Я заработала на этот отдых, если вы хотите называть это отдыхом. Я, наверное, заработала сама. Я ни у кого ничего не просила на него, и поэтому я считаю, что я вправе отдыхать за свои деньги. А кто что будет думать – это уже ваше право. Многие люди на протяжении вот этих 5 месяцев войны ездили по всему миру, смотрели его бесплатно, нигде не работавшие. Извините, но я все эти 4 месяца, которые я была в Польше, я работала с самого первого дня. Я работала и по 12 часов, и у меня был один выходной в неделю, поэтому я считаю, что я могу позволить себе сейчас месяц отдохнуть за то, что я заработала. Так что вот так вот и все. Ладно, пока-пока.